У роскоши есть вкус. Телекафе.ру Свежее и быстрое. Свежее и быстрое. Свежее и быстрое. Нейлпери. Свежее и быстрое. Добро пожаловать на остров Кенгуру. Один из самых больших секретов Австралии. Это особое место, которое славится великолепными пейзажами, удивительной флорой и фауной. И особенно роскошной местной продукцией. Расположенный недалеко от южного побережья Австралии, остров Кенгуру стал уникальным туристическим местом. Более половины острова площадью 4,5 тысячи квадратных километров никогда не обрабатывались человеком. И около третьей его территории отдано под национальные и консервационные парки. Вдобавок к туризму остров знаменит местной продукцией омарами, мэронами, сырами, оливковым маслом, вином, домашней птицей, овцами, медом. Очень длинный список. Сегодня я готовлю блюдо из местного сыра халуми, миди, креветок и потрясающих мэронов. Нейл Перри. Добро пожаловать на Селлингс Бич острова Кенгуру. Я приготовлю очень быстрый салат с обжаренным сыром халуми, в основе которого итальянский хлебный салат. Он очень простой. Бросаем крупные кусочки хлеба в миску. Крупно режем сладкий лук, одного из испанских сортов. И ливанский огурец. Его тоже нарезаем крупно для этого салата. Добавим помидор. Помидоры также надо резать крупно, чтобы они соответствовали местному простому деревенскому духу. Местное оливковое масло. Красно-винный уксус. Чтобы хлеб пропитался как следует. Морская соль. В которой столько минералов, сколько может быть только в соли из моря за моей спиной. Побольше перца. Добавим немного свежих листьев базилика. Довольно крупно нарезанный. Пришла очередь заляться этим чудесным халуми, сделанным на острове Кенгуру. Он совершенно свежий. Нам надо обжарить сыр так, чтобы получилась тонкая корочка. Я не хочу его расплавить. Будьте внимательны. Вот, пожалуй, и все. Выключаем газ. Хорошо перемешаем салат. Уксус и масло должны впитаться в хлеб. Салат нарезан очень крупно. Он хорош и как самостоятельное блюдо, и как салат с рыбой, гриль или мясом. Чтобы закончить с нашим халуми, добавим немного оливкового масла, первичного отжима. Еще перец. И перед нами чудесный деревенский салат из сыра и оливкового масла с острова Кенгуру. Сыр халуми, хрустящий хлеб, сладкий лук, ливанский огурец, спелые помидоры, оливковое масло первичного отжима, красновинный уксус, соль и перец, итальянский базилик. Остров Кенгуру был открыт в марте 1802 года участниками географической экспедиции, организованной английским правительством. Сыроварня Айланд Пьюэ Шип стала одной из главных сыроварин острова. Большей частью благодаря упорному труду семейного подряда, мужа и жены. Наша сыроварня существует с 92-го года. У нас есть свои пастбища, мы доим овец, делаем сыры, упаковываем и продаем их. Таким образом у нас получается интегрированная производственная система. Это замечательно, потому что у нас есть возможность полностью контролировать качество нашей продукции. Рассказывает Сьюзан Берлин. Мы делаем замечательную брынзу, твердые сыры, кефалутири и манчега, целую линию столовых сыров и разнообразные фруктовые сыры, которые отлично подходят и для салатов, и для готовки. Сыр халуми, наверное, особенно хорош, если его обжарить. Возможно, это наш самый знаменитый и наиболее популярный сыр. Жизнь на острове изолирована, однако внутри нашего общества мы все тесно связаны. Мы помогаем друг другу, а в случае необходимости вы легко можете уехать с острова и легко добраться, куда хотите. А теперь мы приготовим просто потрясающее блюдо из мидии с чили и каперсами. Мидии с острова Кенгуру выглядят просто шикарно. Этот остров так богат свежими продуктами. У меня есть чеснок и лук, оливковое и сливочное масло. Потушим немного. Добавим хлопья чили, не очень много, потому что я хочу, чтобы блюдо получилось вкусным и острым. Соленые мидии, хлеб, холодное пиво. Это фантастическое сочетание. Кладем мидии, сицилийские каперсы. Это единственный ингредиент в этом блюде не с острого кенгуру. Немного белого вина. Это блюдо можно готовить и без вина, потому что из мидии выделится очень много сока. Но я хочу, чтобы получилось вкусно и наваристо, почти как суп. Пусть поварится минут пять. И в завершении добавим пару кусков масла, петрушку, тертого перца, и можно подавать. Как я уже говорил с хлебом, просто объедение. Петрушку порежем очень крупно. Мы находимся на фантастическом песчаном пляже. Еда здесь должна быть простой. Ничего рафинированного. Мидии начали открываться. И как только они начали открываться, кладем масло и перец. Лимонный сок. Еще раз как следует перемешаем. Теперь все мидии открылись. Дадим маслу растаять. Много сока. Очень вкусный и соленый, благодаря морю. Добавляем горсть свежей, крупно нарезанной петрушки. У нас получилось... Просто необыкновенное блюдо. Есть его можно только одним способом – руками, с хлебом, белым вином или очень холодным пивом. Я обожаю блюда, которые выглядят вот так. Большие миски, щедрые, необычайно сочные. Быстренько попробую одну. Не так-то просто справиться одной рукой. Ведь еще горячее. Все равно потрясающе вкусно. Оливковое масло первичного отжима, несоленое сливочное масло, сладкий лук, чеснок, хлопья чили, мидии, соленые каперсы, сухое белое вино, соль и перец, лимонный сок, петрушка. На острове Кенгуру находилось одно из трех первых поселений в Австралии. Четыре года город Кингскоут был столицей Южной Австралии. Южная Австралия производит лучшие в стране оливковое масло, и остров Кенгуру не исключение. Дэн Паттингейл распознал потенциал экспорта оливкового масла, а теперь его масло удостоено множества призов. Оливки попали на остров Кенгуру около 130 лет назад. Это были дикие деревья, выросшие из косточек. Их было не очень много. Мы начали собирать урожай из диких деревьев, росших на острове, и стали жать масло. И мы добились определенного успеха. Мы стали делать хорошее масло. Теперь мы прививаем наши деревья, и они стали совсем другими. Мы получили совершенно особое оливковое масло острова Кенгуру. На острове Кенгуру мне больше всего нравится осень и зима. Осень просто фантастическая, ветра почти нет. И даже зимой можно ходить в футболке, особенно на северном побережье. Хотя здесь весь год хорошо. Чуть позже я приготовлю простой салат с креветками и пожарю чудесных черных мэронов. Свежие и быстрые. Свежие и быстрые. Свежие и быстрые. Нейл Перри. Свежие и быстрые. Южная Австралия производит более половины австралийского вина. На острове Кенгуру с его средиземноморским климатом винная индустрия развивается очень активно. На острове самыми популярными остаются шардоне, каберне, савиньон, шерас, рейслинг, немного бордо. На сегодняшний день примерно 30 садоводов обрабатывают более сотен гектаров винограда. Однако многие из них еще только развиваются. Рассказывает Колин Хопкинс. На острове зарегистрированы 8 самостоятельных марок. У трех из них есть здесь свои заводы. Остальные везут виноград на континент, но продают вино под маркой острова Кенгуру. И кажется, пятеро из этих восьми экспортируют вино по всему миру. В прошлом году был лучший каберне за многие годы. Интересно узнать, что за вино из него получилось. Дадли Партнерс управляют четверо друзей. В 1994-м трое из них собрались вместе и решили начать выращивать виноград. Мы были добрыми друзьями, работали вместе и становились все ближе. Наступило время, когда мы могли купить несколько виноградников, и мы решили, что будет неплохо купить виноградники в Аделаиде, делать вино, привозить его сюда и продавать. В 1998-м нам сказали, что будет выгоднее, если выращивать виноград, делать вино и разливать его на острове Кенгуру. Думаю, именно благодаря этому в течение следующих пяти лет мы получили огромные преимущества и немалую выгоду. Думаю, что и остальные возьмут наш опыт на заметку. Это блюдо полностью южноавстралийское. У нас тут прекрасные свежие креветки, консервированные лимоны, много свежих трав, кислый сок и оливковое масло. Первичного отжима с острова Кенгуру. Дело в том, что кислый сок, хотя и кислый, но не такой, как уксус. В нем нет концентрированной кислоты. Это сок незрелых ягод, поэтому это фруктовая кислота. Заливаем этим соком креветки. Мэгги Берр делает лучший сок в стране. Маринованный лимон, покрошим его с чесноком. Добавим укроп. Нальвем свежего базилика. Свежие травы в этом блюде призваны поддерживать чудесный вкус королевских креветок. Положим петрушку, немного душица, потому что она очень сильная. И чудесное оливковое масло первичного отжима с острова Кенгуру. Немного морской соли. Свежемолотый перец. Это один из самых простых салатов. А все дело в креветках, которым лимон придает замечательный привкус. Сок не кислоту, но фруктовую кислинку. И травы, которые идеально сочетаются с креветками, придавая удивительный свежий вкус. Я люблю такие салаты. Потому что они состоят из свежих продуктов. Попробуем. Нечто фантастическое. Итак, наши ингредиенты. Вареные королевские креветки. Маринованный лимон. Оливковое масло первого отжима. Итальянский базилик. Петрушка. Соль и перец. Кислый сок. Душица. Чеснок. Остров Кенгуру. Третий по величине остров Австралии после Тасмании и Мелвиле. Мерон считается лучшим пресноводным раком в мире. На остров Кенгуру он попал из Западной Австралии всего чуть более 20 лет назад. А сегодня здесь зарегистрировано 140 ферм, разводящих раков. Одной из самых впечатляющих ферм руководит специалист по очистке воды Джон Мельбурн. У нас в Андервилле две фермы в почти 25 сотнях аккеров. Один из важных моментов, что в отличие от других, мы накрываем наши искусственные пруды птичьими сетями. У каждого пруда есть причал, вода, электричество, колеса. Еще норки, где и живут Мероны, в основном искусственные. Мы не полагаемся на естественные норки и тому подобные вещи. Мероны размножаются только один раз в год. Этот родом из Западной Австралии, завезен сюда более 25 лет назад. Он меньше, чем морской рак. В основном черный, темно-синий окраски. Почти 45% мяса находится в хвосте, что делает его идеальным для разведения, чтобы набрать 250-300 граммов. По нашему опыту, требуется 3,5 года, а это слишком долго. Я думаю, что мы можем поставлять на рынок раков 150-200 граммов. Они украсят любое блюдо. У острова Кенгуру есть все шансы стать настоящим продуктовым раем. Посмотрите, здесь есть Мероны, виноградники, местные фруктовые деревья. Если захотеть, остров можно превратить в настоящий фруктовый сад. Когда мы все уяснили, пришло время приготовить последнее блюдо на этом пляже. У нас есть потрясающие черные Мероны с острова Кенгуру. Мы просто пожарим их, выкладываем мякоти вниз на сковородку, добавим соус сальса, в котором авокадо, помидоры, базилик, сладкий лук. Итак, выложим их все на сковородку. А когда перевернем, чуть посолим морской солью. А пока займемся сальсой. Сладкий лук, авокадо, помидоры, листья базилика. Добавим оливковое масло первичного отжима, просто отменное масло, которое мы используем целый день. Морская соль, много молотого перца и сок двух лимонов. Можно использовать и лайм, если хотите получить более тонкий вкус. Все перемешаем. И теперь нужно перевернуть раков. Как все ракообразные, они краснеют во время готовки. Просто представьте, как будто вы делаете барбекю на пляже. В прекрасный солнечный день. И вас не сносит ветром. Много свежего перца. Еще немного оливкового масла. Только на мякоть. В нашем ракообразном, пожалуй, достаточно, потому что у них чудесное нежное мясо. Я не хочу их пережарить. Пусть они останутся хрустящими в центре. Чуть надавим, чтобы они окрасились. Вот так. А теперь на тарелку. Прямо в центр. И заправим сальсой. С ракообразными нужно совсем немного салата или соуса. Потому что не стоит перебивать их вкус. Не надо много приправ, потому что мясо пресноводных очень вкусное, нежное и пикантное. Все готово. Оливковое масло, мэрона, сладкий лук, авокадо, спелые помидоры, итальянский базилик, лимонный сок, соль и перец. Ширина острого кенгуру 55 километров, а длина 155. Его площадь составляет 4500 квадратных километров. Между островом и Аделаидой налажено регулярные воздушные сообщения. Но вы можете доехать на машине или автобусе до мыса Джервис, а оттуда на пароме до материка. Рекомендую путешествие на машине. Это незабываемо. Поездка от Аделаиды займет чуть больше часа и 45 минут на пароме. И вы в Пеношоре, на восточном побережье острова Кенгуру. Ваше путешествие будет сопровождать хорошая еда, интересные люди и замечательные виды. Я точно вернусь, прежде чем закончится передача. Привет, Нейл. Что ты здесь делаешь? Я приехал за итальянскими блюдами. Что ты готовишь сегодня? На следующей неделе вы увидите итальянского волшебника, моего друга Армандо Перпуку. Это оливы или холивы? Холивы. Да, конечно, оливы. Это мы так произносим. Холивы. Я приехал на оливковую ферму Армандо Хантервелли, чтобы узнать его секреты. Оргазменный, дружок, оргазменный. Именно это слово я и хотел сказать. Это лучший повар в Австралии. Уверен, вы со мной согласитесь. Ведущий Нейл Перри. Композитор Энди Сидери. Оператор Грег Кунг. Продюсер и режиссер Майкл Робинсон. Фильм озвучен по заказу ЗАО. Первый канал. Всемирная сеть. Продюсер Майкл Робинсон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продюсер Майкл Робинсон. Продюсер Майкл Робинсон. Продолжение следует...